В горах Кабардио В городе Инобалкарии, в 40 километрах к югу от Нальчика, находится туристический комплекс «Голубые озера». Это различные гостиницы, расположенные вблизи Нижнего озера, которая является жемчужиной. Из группы водоемов, состоящие из пяти карстовых озер, наиболее интересным из которых является изумрудное озеро Церик-Кёль, Нижнее Голубое, в нем не водится рыба, а местные жители этот водоем избегают и называют его «Бездонным озером». Согласно легенде, впадина образовалась при падении дракона, поверженного сказочным героем нардского эпоса Батразом. Дракон лежит на дне и наполняет озеро слезами. Озеро имеет зеленовато-голубой цвет, а порой и лазурный. Температура воды круглый год составляет 9 градусов, поэтому озеро никогда не замерзает. На озере построен единственный в России центр глубоководных погружений, где дайвер готовит к погружениям различной степени сложности, но при этом добраться до самых нижних слоев озера пока не удавалось никому. Озеро Церик-Кёль не имеет притоков, а из него вытекает хоть и небольшая, но речка, забирающая с собой более 70 тысяч кубических метров воды. Долгое время оставалось загадкой, откуда озеро берет столько воды ежедневно. И вот совсем недавно эта тайна была раскрыта. Оказывается, на значительной глубине в озеро, через расщелины, размером в полтора метра, впадают подземные реки, которые пополняют водные запасы озера Церик-Кёль. Легенды гласят, что на дне озера покоятся сокровища Тиммерлана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Верхнее озеро является пресноводным, собирающий дождевую и талую воду и имеет небольшую глубину, порядка 18 метров, и в нем водится рыба. Форель и карп Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нам очень понравилось, очень красивое место с добрыми и интеллигентными людьми. Всем советуем посетить это место. Субтитры создавал DimaTorzok